Всем привет! Мы расскажем вам самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на канале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки смотрите ниже, в описании к видео. Алексей Михайловский, продюсер телепроекта, рассказал, что скоро в эфирах зрителей ждет новая рубрика под названием «Жизнь участников после проекта». А также скоро на Доме-2 появится самый настоящий карцер, куда будут помещать провинившихся участников. Изолятор построят прямо на съемочной площадке. Срок изоляции до 5 суток. Там не будет телефона, телевизора, на окна поставят решетки. Надзирателем в изоляторе будет, если верить слухам, Илья Яббаров. Ведущие проекта Оля Бузова и Ксения Бородина будут выносить приговор провинившимся участникам. Также наказать участника смогут и зрители. На сайте появится раздел, где любой желающий сможет отправить петицию. Игорь Трегубенко, Элла Суханова и мама Эллы Наталья Павловна уже покинули Сейшелы. Молодожены возвращаются на поляну, а мама домой к папе. Андрей Чуев и Ваня Барзиков чуть не подрались. Потасовку между ребятами спровоцировала Марина Африкантова. Барзиков добивается внимания Марины, а Чуев – прощение. Участники считают, что Марина Ване не нужна. Она ему неинтересна, он хочет только утереть нос Чуеву. А Чуев стоял на лобном, перед Мариной на коленях. Он просил ее вернуться. Марина не хочет, она хочет пока побыть одна. Чуев же не оставляет девушку и постоянно ходит за ней. Марина не говорит никому ни да, ни нет, только молчит и улыбается. Марина пишет в своем микроблоге. Молчание и улыбка – это два мощных оружия. Улыбка является способом решения многих проблем. Молчание же помогает их избежать. Но в этот раз настолько все тяжело и сложно, что мне уже ничего не помогает. Алексей Пирогов бросил Женю перец. Женя была в караоке с подругой Сашей Харитоновой. И потом выяснилось, что там она зажигала с другим парнем. Недостойное поведение девушки возмутило не только ее бойфренда Алексея Пирогова. Саша Гозиас эта ситуация почему-то тоже не давала покоя. Гозиас весь день не скупилась на брань в сторону перец. Они переругивались на лобном и после лобного перепалка продолжилась. И Женя не выдержала. Она решила остудить пыл Гозиас и облила ее водой. В итоге девушки подрались. Денис Козлович, который уезжал в Питер, вернулся на поляну. И они с Дашей Криворученко сильно поругались и даже, возможно, расстались. Девушка провинилась в том, что попыталась спровоцировать Богдана Бобрика, который оставался один на поляне. Его девушка Настя Волынец уезжала домой к дочке. Даша начала обнимать Бобрика, но тот не поддался на провокации, вскочил и убежал. Козлович пишет, в отношениях между мужчиной и женщиной должно быть доверие и полное понимание. Иначе грош цена таким отношением. Винцеслав Вингрыжановский получит от проекта бесплатный шанс стать еще красивее. Зрители попросили продюсера проекта Михайловского «Поставьте венчик у зубы. Девкам наращивайте все вподряд, а своему сыну полка не помогаете». И Алексей Михайловский ответил, что Винцеслав идет в перезагрузку уже в июле. Ведущая проекта Ольга Бузова и ее муж Дмитрий Тарасов отметили годовщину свадьбы. Они вместе уже 4 года. Поздравляем эту красивую пару. Супруги посвятили годовщине собственной свадьбы видеоклип. В нем Бузова и Тарасов предстали в полуобнаженном и недвусмысленном виде. Но они не показали ничего лишнего и в целом остались в рамках приличий. Видеозапись получилась трогательной и очень личной. У Саши Гозиас и Кости Иванова уговор. Костя увидел по телевизору эфир, где Саша говорила, что Ваня Барзиков симпатичный. И он придумал наказание для шалуни. Теперь в течение месяца девушка не имеет права флиртовать с другими парнями. Если вдруг она не выдержит, то проиграет и подстрижется наголо. Илья Ябаров рассказал в своем видеоблоге, что после провальных концертов в Саратове и Екатеринбурге он больше никогда не будет выступать и с музыкальным творчеством Илья завязал. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки имеются в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома-2 на канале ТНТ.